доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова продолжаем следить за фундаментальными событиями за основными драйверами рынка и затем что происходит на а площадках параллельно конечно же отыгрывая весь этот фон в наших позициях большая часть из которых носит такую долгосрочную ориентацию мы не торгуем внутри дня но за редчайшим исключением когда есть какой-то супер крутой инфоповод и когда мы хотим убивать профиты на факте роста волатильности но большая часть это попытка разобраться в тех трендах которые на рынке сформированы чтобы выгадать выждать хорошую точку входа войти в сделку и мониторить ситуацию за тем что происходит постепенно наблюдая за тем как инструменты движутся к тем целям которые были обозначены ранее сегодняшний день друзья по экономическому календарю тоже не блещет событиями я предлагаю обратить внимание только лишь на отчет по нефти это данные от американского института нефти по запасам в сша важный отчет потому что с некоторых пор мы с вами констатируем практически прямую зависимости данных api точнее данных от администрации энергетической информации высокой степени корреляции от с тем отчетом который выходит от американского института нефти то есть фактически у нас с вами вот по моему недель пять уже точно есть четкое понимание на основании данных api какие цифры мы можем дождаться и от администрации энергетической информации надеюсь то что в этот раз исключение у нас на рынке не появится рынок черного золота углеводороды бренды wti производные этого рынка пожалуй я сейчас к ним приковано наибольшее внимание потому что с учетом того пасхального понедельника который вчера сложился только этому рынку можно было отвести статуса крайне динамичного инструмента среды на которой я наблюдалась самая высокая волатильность друзья и конечно же возможности по заработку то есть мы уже отвыкли наверное от интересных движений по рынку нефти но вот этот сектор основном указал что никогда нельзя терять бдительность и в принципе констатируя текущие в уровне 73 60 долларов за баррель мы понимаем что рынок все-таки нашел повод для того прострела который в итоге он и показал фактически можно говорить о тесте сопротивление 74 мы с учетом новостного фона и динамики вчерашнего дня уже стали ориентироваться на уровне 75 долларов за на баррель это а как минимум и честно говоря тот фон который продолжает сейчас мусорлить и обсуждать он действительно ну как минимум указывает на то что на рынке снова полны решимости именно о покупателей которые не только перехватили инициативу а напротив даже себе снова навязали надежды то что восходящее движение в этом секторе может быть обратно продолжено напоминаю то что основной катализатор движения это решение можно сказать трампа если детально там майкла помпео администрация американского президента ну в целом давайте все это скажем охотеризуем решение соединенных штатов америки больше не давать освобождение от санкций тем а странам которые покупают нефть у тегерана напомню что как только фактически полгода назад соединенные штаты америки решили вернуться к санкциям против ирана они сделали небольшое исключение там сроком на а 180 дней для а семи стран которые по-прежнему имели возможность могли без каких-либо опасений за санкции со стороны сша в свой адрес снова работать с ираном покупать и газовые конденсаты и нефти и это послабление было сделано с простой формулировкой что вот у вас есть время за этот период попробуйте найти альтернативных партнеров ну конечно же преследовались и иные цели чтобы не создать такой шоковый сценарий на площадках и не спровоцировать резкого роста котировок вот по прошествии 180 дней об этой теме многие позабыли и вот как гром среди ясного неба период тоже фактически вышел и сша срок это вышел и сша вернулись к теме установления и возможности введения санкций против тех стран которые будут нарушать введенный режим против тегерана друзья это очень интересная тема и и на самом деле если немножечко порассуждать попробовать разобраться в том что происходит конечно же а если иран потеряет окончательно рынок сбыта это придет разумеется к эскому сокращению производства нефти зачем производить если некуда поставлять и если рынок не насчитается определенных значительных объемов предложения то это конечно же создаст условия для очень серьезного роста цен на нефти по объемам сколько нефти сейчас экспортируется из ирана разные оценки разные цифры но считается что около 1 на миллион но с другой стороны есть и другая теория что в иране то на самом деле сейчас заран экспортируется около двух миллионов нефти эта идея основана на том что после того как были сделаны послабления вот 180 дней назад в отношении ключевых импортеров индии японии южной кореи китая эти страны воспользовались предоставленными преференциями и фактически увеличили закупки на со стороны ирана если этот сценарий действительно состоятельный это правда то мы можем говорить о потенциальной нехватке предложения на глобальном рынке уже на величину не в один миллион баррелей а в 2 миллиона это куда более а значительная цифра но все равно она упирается в риск для глобального предложения то что мировая экономика не досчитавшись этого предложения может столкнуться с эффектом неудовлетворенного спроса есть и а другой фактор который может выступить поддержка для котировок нефти в частности если иран на самом деле очень сильно разозлится на соединенные штаты америки прошу прощения за такой простой язык это в конце концов может привести к тому что будет перекрыт ворумский пролив чтобы вы понимали что через него экспортируется примерно треть всего мирового экспорта и проходит пятое части всей нефтедобычу условно говоря то есть это сценарий тоже кажется из разряда шоковых если дело дойдет до этого это самый настоящий а конфликт и в конце концов это приведет к бои столкновения не хочется конечно же развивать тему в данном ключе но как сценарий присутствует также хочу отметить друзья по последним данным о китай который а теперь якобы находится под угрозой потенциальных санкций со стороны сша если будет покупать и иранскую нефти начиная со 2 мая несмотря на это китай сообщил о том что будет продолжать сотрудничать с ираном поэтому вопрос как бы в студию как вы думаете вот такое явная такая явная позиция против того что делает сша не станет ли она причиной и обострение отношений касательно потенциального соглашения которые еще не достигнута но вроде бы которые мы ждем по торговым вопросам между сша и китаем не станет ли это причиной что весь тот прогресс который удалось вот набрать и достигнуть за последние месяцы фактически будет сведен на нет это тоже интересная тема в конце концов я считаю что даже если дело и дойдет до этого то все равно друзья может поспособствовать например отработки очень хорошей нашей короткой позиции по доллару иене потому что в случае если на рынок вернуться снова опасения за перспективы роста глобальной экономики из-за того что сша и китай не найдут общий язык и не подпишут соглашение которое призвано положить конец торговой войне это станет причиной повышенного спроса на защитные инструменты как вы знаете японская валюта это один из них поэтому доллар иена в принципе нас остается дуэтом который мы продаем может развить еще более выраженную динамику не только из-за того что мы ранее делали ставку на макроэкономическую слабость сша но исходя из темы еще и геополитических рисков вот почему нефти и событий вчерашнего дня на основании того что я сказал являются действительно сейчас центральной темой для обсуждения потому что то что произошло вчера фактически как решение может распространиться на все сектора мира и финансовых рынков и задать может быть новый тон движению с нефтянка друзья я думаю что можно уже заканчивать напомню что с учетом того что было сказано с учетом такой фундаментальной поддержки мы наверняка сможем добраться до уровня 75 долларов за баррель хотя сейчас уже поговаривают если иран лишится все таки полностью своего рынка сбыта это приведет к росту центов в район 85 долларов за баррель я так далеко предлагаю пока не смотреть если вы открывали раньше короткие позиции друзья то вы помните что факторов для долгосрочного снижения их тоже достаточно я не раз а приводил в доказательство что в конце концов а может стать причиной для возобновления нисходящего движения опять же эта тема с тем что сейчас происходит ну в плане санкций сша против ирана если иран выпадет из мировой арены как один из основных поставщиков то конечно же возвращаясь к сути энергетического пакта вы понимаете что сделку ну вообще не будет смысла даже держать до конца примеру первого полугодия тысячи девятнадцатого года напротив нужно будет полностью выходить из нее и стараться странам ближневосточного картеля увеличить производство нефти это уже обратный эффект для котировок нефти да и же трампа собственно своими комментариями вчера дал понять что переживать не стоит если на рынке возникнет риска дефицита то штаты будут тут как тут и готовы при необходимости добавить на рынок столько нефти сколько потребуется то что штаты могут это сделать это всем известно потому что сейчас рекордные показатели нефтедобычи и в планах до двадцатого года еще поднять план по производству как минимум на 1 миллион баррелей друзья что касается других инструментов давайте быстренько их разберем потому что не так интересно то что он происходит там нету каких-то локальных драйверов и интересного фундамента доллар иена 111 85 как говорят на безрыбье и рака щука вчера два отчета продажи на вторичном рынке недвижимости индекс активности фрб чикаго в принципе в отрицательной зоне оба и возможно это стало причиной локального давления на доллар но я думаю что все-таки рынок немного запаниковал и стал уходить в иену вот это вот причина евро против доллар 1 12 49 говорили мы про очень слабое такое фундаментальное наследие прошлой недели и инфляция и бизнес оптимизм оценка экономических условий индекс активности производственного сектора еврозоны германии все это можно сказать в красной зоне все это повышает риск сохранения ультра мягкой монетарной политики снова возвращая вас контрасту этих режимов федрезерва и цб и мы выходим с вами на тот целевой ориентир который раньше был обозначен это по евро доллару отметка 1 10 11 фунт против доллара 1 29 86 есть просто вообще нельзя сейчас сделать на что-то акцента и обратить внимание потому что в принципе даже на в рамках всей недели я не выдаю какой-то интересный отчет на который можно обратить внимание но ориентир я тоже давал по фунту мы в принципе ставим как раньше на рост политической неопределенности австралийц против доллара завтра кстати на брифинге мы будем подводить итоги данных по инфляции они сейчас расцениваются как катализатор слабости австралийц снижается очень активно считается что данные очень сильно просядут что базовое значение что основной индекс потребительских цен кстати основной на потребительских цен реально может снизиться примерно 0,5 процента если это так то в мае будем готовиться к снижению процентной ставки почему это необходимо я уже не раз говорил мы очень с вами детально проанализировали последний пресс-релиз от резервного банка австралии поэтому цель 0.70 она снова актуальна доллар канадец 1.3358 завтра решение по процентной ставку уверен то что на пресс-конференции мы получим намек того что ставки могут быть снижены и дальше в том случае если экономический спад продолжится но мы же для этого ждем данные по друзья хорошо что даже на фоне роста цен на нефть канадский доллар не нашел повод для укрепления это радует это значит то что наша цель наш ориентир 1.35 он пока сохраняется по новозеландцу друзья ну как косрочная сделка если руки совсем чешутся можно все-таки присоединиться к тому нисходящему движение которое развивается 0.6669 цель 0.6550 0.66 несколько часов назад вышли данные по уроничным продажам в годовом выражении спад с 64 до 51 процента на фоне последних данных по инфляции мне кажется более чем нормальный показатель оправданные ожидания и слабости которые мы не раз уже говорили на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошего вам торговой а сессии всего доброго до свидания